Школьник, иди сюда. Что там? Что звал, брат? Короче, у шефа Днюха надо по 20 тысяч скинуться. Нас с тобой двое, поэтому с тебя 20. Получается, если 20 тысяч с каждого по десятке, да? Ой, Едрю, молодец. Я вижу, Талдек на пользу идет, да? Конечно. Считать научился. Короче, с тебя 20, потому что сразу за два дня рождения. Понял? Ну, братан, у меня сейчас на данный момент в кармане только десятка есть. Еще лучше. Десять осталось найти. Давай, ищи. Я пошел. На ровном месте встрял, здесь опять ема. Шеф тоже не вовремя рождается. Алло, Асемочка, как каласин, нормаласин, что там спина не болит? Может, мне приехать тебе массаж сделать? Ты до сих пор мокрая, да? Э, ты, урод! Приходи, я сам тебя встречу. Кажется, я номером ошибся. Простите, пожалуйста. Все правильно ты попал. Скажи, кто ты и где ты. Я на улице. Конкретнее говори. Черт! Как к моей жене приходить, ты не боишься, да? А тут как крыса говоришь. Э, ты попроще общайся, емое. Ты чё, охренел, что ли? Ты знаешь, кто я? Я полицейский, понял? Так что ж заткнись, понял, э? Э, мне пофиг конкретно, кто ты. Полицейский или прокурор. Да хоть кто. Просто скажи имя и фамилию. Кто деньги будет искать? Сейчас. Давай, за гаражами жду с деньгами, понял? Понял. Э, черт, я тебя еще раз спрашиваю. Имя, фамилия твоя. Э, короче, меня Амамбаев, Медед, понял? Если ты мужик, через полчаса приходи за гаражами, понял? Я тебя буду ждать. Ну все, молись. Э, сам молись. Ты лучше своей жене скажи, чтобы она похудела, а то жирная, как свинья, понятная. Ты попал. Сам ты попал. Айтасу. Э, ты Амамбаев, Медед? Да, а что случилось? Брат, честно, недоразумение получилось. Просто этот придурок твои данные назвал. Какой еще придурок? Да я не знаю, взял телефон жены, смотрю, звонит какой-то господин полицейский. Я спрашиваю, ты кто? Он назвал твое имя. Номер телефона есть его, покажи. Да, вот. Да ну нафиг, Едель что ли? Ты что, знаешь его? Конечно знаю, подчиненный мой. И что, получается, твоя жена его к себе звала, что ли? Да, было дело, попался на измене. Теперь пытается мне отомстить. Во-первых, зная Едель, я тебе уверенно могу сказать, не изменяла она тебе. Во-вторых, у жены, конечно, вкус конченый. Ну, Еделя нужно наказать. Да он сто процентов лох, такой же как это. Давай ему тоже лицо разобьют. В смысле такой же? Ну, в смысле, он-то лох, ты-то нормальный мужик, здравый. Короче, ты мне нужен будешь. Есть один план. Не, сегодня я не смогу, у меня дела, брат. Какие дела? Ты сотруднику лицо разбил. Тебе знаешь, сколько светит? Куда нужно идти? Снимай, снимай. Сейчас покажу тебе. Снимай, снимай.